проверяем тут масло закинули просто в горячую воду и посмотрите тут какие странные взрывы происходят у масла какие-то штуки так вниз идет идут и раскрываются да вот-вот свете еще до пониже посвяти ниже ниже вот так что-то странная фигня просто в кипяток закинули кусочек масла происходит вот как медузы какие-то давайте дальше посмотрим другое масло тут просто вне сними держи тут просто как дождь и следующее падежи здесь в целом просто осадок идет но без взрывов ну-ка еще раз сюда продолжается до продолжаются прикинь еще происходит страны фигня к это смотрите по цветам это желтая желтая прям это какое-то идет средне это вообще белая пена до сих пор вот эти взрывы идут короче вот масло вот это мы прям желтая гост это вот второе масло вот такое что верхушки нет у нас что за маслом вот короче и это вообще какое-то белое прикиньте да мы первый раз такое купили масло какое-то коровка из коровки коровка из коровки что это вообще за бред коровка из коровки прям это фильм чужой молоко может быть из коровки а не коровка из коровки что за бред мне даже не обращал внимание коровка из коровка из коровки да смотрите какая ребята разница масел по цвету давай сравним вот эти два стаканчика помутнели сразу здесь более-менее такая чуть-чуть якобы прозрачность но я вот здесь на камере не могу передать но внутри такая прям плотная мутность есть желтого цвета маслянистая как будто это не сливочное масло какого другое масло подсолнечное масло здесь вот просто превратилось да в жижу непонятно и это тоже мы тут ролик короче посмотрели и там рассказывали ну как проверить масло один из вариантов проверки масла это берете просто кипяток и закидываете туда это масло и там был пример хорошего домашнего масла от корового сделано какой короче домашний вариант разница была в чем тут было раствори его растворилась вот эта верхушка но вот когда человек смотрел вот камерой туда направлял получается видно было воду внизу прозрачность была масло растворялась вот здесь не воду и не видно тут просто плотный слой вот этого желтого вещества здесь тоже плотный слой здесь чуть-чуть растворилась но тут какая-то пена образовалась также еще у настоящего масла нижний слой вот эта вода должна оставаться белой прозрачной таких помутнений не должно быть а здесь посмотрите вот даже вот я свой палец покажу вот посмотрите вот мой палец можешь оттуда показатель ну просто палец свой покажи вот смотрите видите олин палец нет вот там 1 образец вот видно здесь не видно ниже сделай ниже палец ну чуть-чуть видно чуть-чуть видно тут вообще ноль это сама мутная это вот это да это сама мутное масло везде написано высший сорт гост как бы короче и очень сильно нас удивляет знаете что не пишут состав нормально везде пишут какую-то фигню да что там пишется вот написан состав вот пастеризованные сливки все все больше ничего так здесь просто пастеризованные сливки мы посмотрели видосик почти все масло из пальмового масла сливки пасти да здесь вот сливки пастеризованные просто сливки пасти резонами не ничего больше ну и там дальше можно писать всякую чепуху все что хотите сколько там процентов больше меньше вообще не важно вот высший сорт, везде ГОСТ написано, конечно же. Да, вот тоже вот ГОСТ есть. Это сколько процентов вот это? Смотрите, 72,5 процентов, 72,5 процентов. Оба вот это, обе или оба ГОСТ. Это все три ГОСТа. Да, и при этом и то, и другое сливки пастеризованные. В общем, жиры, тут сколько там показано? Ну-ка, посмотри, вот. Жиры 72,5, углерод 1,4 и 1 грамм. Вот жиры 72,5. Да, и так же. Но посмотрите, это все одно и то же масло. Вот это чуть-чуть типа там, ну, по процентному соотношению больше. Вот, 82,5. А вот это должно быть одно и то же. Вот. Но мы открываем, и тут видно, что совсем не одно и то же. Вообще разные вещи. Вот это вообще фиг знает, что это. Какое-то белое. Вот это фиг знает, что. И это фиг знает, что. Да, мы тут выяснили для себя, что масла-то нету, все пальмовое делается из концентрированного вот этого. Химические заводы, короче. В общем, шняга это все, что дешевое, что, в общем-то, в дорогое. Что, кушать будем? Все максимально. Ну, в общем, сегодня делала молочный суп. Утром на голодный желудок поела чуть-чуть суп и меня загнуло. Да, и Оля, смотрите, каждый раз думает, что не так, что исключаем это, исключаем то. И все думали, ну, вообще даже не могли подумать, что это может быть что-то в молочке. А вот сейчас будем тестить, например, если будем исключать это все дело. Еще меня сильно удивило вот эти молоко. Вот мы пьем, берем, да? Вот у нас в мусорке закончилось. Я тут тоже решил посмотреть, из чего это молоко состоит. И очень был удивлен, что тут нету состава. Тут не пишут, просто пишут, молоко питьевое, цельное, пастеризованное, отборное, с массовой долей жира, столько-то и столько. Вот. И написано конкретное значение массовой доли жира. Смотри на крышке или на верхней части бутылки. А, вот состав. Молоко цельное, пищевая ценность, 100 грамм продукта, среднее значение бутылки, состав молоко цельное. И все, жире углероды. Углеводы. А, углеводы. Ну, смотри, молоко цельное, это значит настоящее, что ли, типа? Да фиг его знает, что-то я сомневаюсь. Якобы тут молоко цельное. Ну, не знаю, будем тоже проверять, тестировать. Короче. Вот это так, вот так вот не совсем сильно пахнет, а вот это вот. Не дергай, не дергай стаканы, пусть стоят. Вот это, короче, пахнет, как будто яйцо стукнуло. Хочу проверить, посмотреть, что в итоге будет. Это тоже начало мутнеть. Это вообще пипец помутнело. А вот с этим, с маслом, вообще очень странная штука происходила. Как будто в животе взрываться будут, медузы эти. Да, закинули там, как медузы, взрывы происходят. Не просто как бы тает что-то, тут прям, знаете, взрывы. Как будто, я не знаю, химикат какой-то закинули, хрен его знает, что это такое. Странненько. Еще оно такое белое, очень белое, странное. Можете детям фокусы показывать, покупать такое масло? Да. Смотрите, сейчас будут медузы. Еще там цвет добавить туда, и эти медузы будут взрываться. Взрывное масло. Да. Так вот, ребята, кушаем, фиг его знает, что. Потом думаем, что не так. Посмотрите, вот видосик, это про пальмовое масло. И из этого пальмового масла делают всю молочную продукцию. Это вот эти все масла, молоко. Это масло перевозят в мочках, в которых раньше перевозили нефть. Да, и нифига не чистят. Не чистят. Да. Ну, что тут дальше, наверное. Так вот перемешаем. А оно не перемешает. Короче, фиг знает. Тут еще какие-то халопи. Херная какая-то, вообще непонятно что. Какая-то белая, мутная чепуха. Вот. Тут вообще, наверное, масла-то нету никакого. Это просто... Тут еще куда не шло как-то. Вот, сейчас вот так поближе сделаю. Смотрите разницу. Это как будто... Есть же... Ну, типа, после молока остается вот эта сыворотка или что. Ну, которую выливаешь, нафиг не нужная штука. Вот. Вообще, тут даже масло ноль. Вот просто. Это какая-то белая водичка. Даже намеком на масло не осталось. Интересно, что будет, если активный уголь добавить? Актерионный уголь? Ну, так, закидывай. А ты что такое? Нет, просто закинь кусочек. Ничего себе. Что приходит? Экспериментируем. Сюда тоже кинь везде. Тестим, короче, масло. Тут, смотри, уголь опускается вниз. Вон он, внизу. Это плохо почистить? Ну, мы не знаем, плохо или хорошо, но он опускается вниз. Здесь. Там тоже есть внизу. Просто не видно. Да, тоже все опустились вниз. Не касается она лучше. Нет, тут лучше в нем. А что мы так сделали? Сипа-фа. Проверяем масло. Масло называется масло, как бы, но тут масла нет. Ну, вот это вообще, вот, смотри, это, что это, вот, просто вода, даже не масло. Просто какая-то, вот, смотрите, светлая какая-то жижа. Это, вот, нам загоняют под видом масла. Да? Покажи, вот, разницу с каким-нибудь. Вот, давай, держи повыше. На свету, да, вот так. Вот так. И другую тоже в стакан. Не, высоко не надо, пониже. Давай, Фарик, добавь. Да? Давай. По капельке. Даже Фарик не справляется. Ну, ты давай, давай, Оль. Все. Что, ничего не происходит? Все, жижа, долго идти, кого подойтись. Вот здесь разошлось, я прям видела. Да, вот здесь разошлось, а здесь вообще. Здесь тоже ничего не произошло. Своя кот, спеним, допустим. С Ферри. Сейчас, подожди. Посмотрим, что будет делать Ферри. Ничего. Ферри не справилась, да? Вот здесь, кстати, от угля вот эти крутятся. Здесь не очень. Или тут просто мутно, и все. Тут пенка образовалась, тут пенка образовалась. Здесь ничего. Это от Ферри, сказать. Ну, понятно. Ну, да, здесь очень ничего. Вот такое средство есть. Очень хорошо чистить в духовке. Это не реклама. Вот тут даже побольше получится. Все, ничего не происходит? Да. Хорош. Так. Да. Нет. Ну. вот это с этой стороны вот это масло вообще там походу нету никакого масла такое ощущение что там просто водичка вот разбавленная какой-то фигней белый да здесь смотри этот работает веришь прозрачное стало да какая-то прозрачность появляется вот средство начинает реагировать и отслаивает вверх все равно вот и вот верхний слой появляется а здесь здесь как мутность была так и осталось вообще просто фэйре не работает получать а если это масло то фэйре должно масло отслоить наверх правильно жир какой-то убрать зачистить хотя бы здесь как вы видите ни черта ничего не происходит это как беленько-молочное было давай еще добавим фэйре ну и какое-нибудь средство ну давай этого средства еще добавь это достаточно много капельку добавляешь этого фэйре а тем более такие средства или они должны прям там вот здесь больше всего и попробуем это все дело как-то размешать это ребята не супер там правильный эксперимент так чисто просто угораем короче делайте выводы какие-то сами не знаю мы не компания который занимается там анализами или еще чем-то просто делать нефиг посмотрели ролик про вот эти все масла и просто открыли холодильник вот у нас три масла лежала и мы решили поэкспериментировать и сейчас так сказать страдаем ерундой да и смотрим что у нас выйдет из этого всего дела так что это никакие не диагнозы никакие не знаю неофициальное мнение фиг знает но смотрите вот здесь все равно реакция какая то есть до вода зачищается и отделяет вверх здесь как будто ничего не происходит вообще пофиг вот просто пофиг я не знаю ну как вот это можно вот воспринимать вот как что сейчас происходит ну если бы это было масло но оно как-то должно было но реакция какая-то отслоение как может масса сфере раствориться чуть блин сахар или мед что ли значит вообще происходит обалдеть но тут все равно как-то вот как ни крути хоть какой-то да ну чуть-чуть видно здесь ноль здесь тоже ноль не видно ни черта ну вот это вот самое желтое масло получается ну из всех счет наверное приближено к маслу это первое что было у нас но отделилась хотя бы да я не знаю это относится к хорошему или к чему я уголь-то закинул думаю если я отравлюсь этим маслом уголь мне поможет а ну да кстати ну или ферри выпьешь короче если вот это масло кушать ребята можно себя а можно знаешь как проверить лекарство которое если желудок для желудков как они там разные есть да всякие типы выпей и нормализуется твой желудочно кишечный тракт и всякая-то фигня надо брать знаете как вот кипяток кинуть туда масло и потом кинуть туда вот это таблетку которую они рекламируют разные и посмотреть что будет происходить например с этим экспериментом сейчас мы для себя поняли такую штучку что если мы кушаем это масло если нам нужно исправить как-то ситуацию то уголь сработает с этим маслом они контактируют тут и тут я не знаю что это вообще смотри вообще ноль но как может не отделяться масло ну что вообще за фигня ну мутная фигня здесь вам более-менее прозрачным стало вот тут вообще как было так осталось пофиг жестко конечно что он тут еще может добавить на короче вот это масло вообще какая-то шняга это это и вот это тоже потому что вот это тоже мутно очень до а вот так вот люди покупают да ой дешевая хорошая ну и дорогое это но все равно все равно вот вы не попадете как бы с этим хотя бы ну чуть-чуть под подороже ну я не знаю не то что подороже даже не в дороговизне более-менее какие-то там какие-то компании которые стараются еще ну хотя бы там может быть не так много добавили всякой чепухи тут вообще пофиг на фэри не реагирует 0 вообще плевать вы не хотели вообще вот смотрите вот это какая-то прозрачность да есть вот вот это берем смотрим тут ничего не отделяет вот такие вот ребята эксперименты сняга шняжная жизнь общая зная у